Добрый день, дорогие друзья, в сегодняшнем видео я расскажу вам о судьбе и творчестве Михаила Боярского, советского и российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР. Михаил Боярский, коренной ленинградец. Он родился 26 декабря 1949 года, в семье актрисы театра комедии Екатерины Милентьева и актера театра имени Комиссаржевской Сергея Боярского. Вместо обычной школы Михаил учился в музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано. После школы поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, окончив который в 1972 году, попал на прослушивание к режиссеру театра имени Ленцовета Игорю Петровичу Владимирову и был принят в труппу. Будучи студентом, Михаил Боярский дебютировал в кино, сыграв главную роль в молдавском фильме «Мосты» вместе с Михаим Волонтиром. Фильм не принес актеру известности, но добавил опыта. В следующем году Боярский сыграл роль второго плана в музыкальной комедии «Соломенная шляпка». В 1974 году Боярский был призван в армию. Отслужил один год музыкантом, барабанщик, в музыкальном взводе в поселке Черная речка Всеволожского района Ленинградской области. В 1975 году на экраны вышла психологическая драма «Старший сын». Картину, занявшую место в золотом фонде советского кинематографа, посмотрели миллионы телезрителей. Громкая популярность пришла к Боярскому после выхода на экраны мюзикла «Собака на сене», где статному характерному молодому человеку доверили сыграть главного героя. Статус звезды первой величины и секс-символа Советского Союза Михаил Боярский завоевал в 1979 году, когда на экраны вышла трехсерийная музыкально-приключенческая комедия «Де Артаньян» и «Три мушкетера». С 1978 года в очереди за Боярским стояли десятки режиссеров. Каждый год актер снимался в трех-пяти фильмах. До 1990-го фильмография артиста пополнилась тридцатью картинами. Зрители с упоением посмотрели музыкальную комедию «Сватовство гусара» и фильм «Гардемарины вперед», где Михаил Боярский сыграл яркого персонажа Добрильи. В комедии-вестерне «Человек с бульвара капуцинов» актера увидели в образе Черного Джека, а в приключенческой драме «Узник замка» Ив Боярский перевоплотился в коварного Фернана де Монсера. В 1989 году вышли любимые миллионами зрителей картины «Дон Сезар де Базан» и «Искусство жить в Одессе». В первом фильме Михаил Боярский получил главную роль, во втором, артиста утвердили на роль гипнотизера. В 90-х годах Михаил Боярский снялся в десяти картинах. Зрители увидели любимого артиста в продолжениях истории о мушкетерах, тортюфе, мелодраме «Клюква в сахаре», сериалах «Королева Марго» и «Зал ожидания». В 90-е Боярский сосредоточился на музыкальной карьере, за время своей творческой деятельности он записал более 600 песен, среди которых не только музыкальные номера из фильмов и спектаклей, но и песни, записанные для радио, телепередач, виниловых пластинок, сольных компакт-дисков. В 2000-х кумир редко баловал зрителей появлением в художественных фильмах. Михаил Боярский не соглашался играть в низкопробных сериалах о бандитских и ментовских разборках, поэтому поклонники видели звезду только в картинах, претендующих на звание «Высокое кино». Народный артист отдал предпочтение режиссеру Владимиру Бортко, снявшись в его сериалах «Идиот», Тарас Бульба и Петр Первой завещания. С 1986 года Михаил Боярский, художественный руководитель и директор созданного им театра «Бенефис», на его сцене Михаил Сергеевич поставил спектакль «Интимная жизнь», получивший на международном фестивале «Зимний авиньон-приз». В 2007 году городской совет Санкт-Петербурга забрал у театра помещение. Боярскому не удалось отстоять любимое детище, и «Бенефис» закрылся. Через два года после этого события актер вернулся на сцену театра имени Ленсовета. С будущей женой Ларисой Лупиан Михаил Боярский познакомился на сцене театра имени Ленсовета. Пара встретилась в спектакле «Трубадур и его друзья», где Боярскому доверили главную роль, а Лариса сыграла принцессу. Личная жизнь актера благополучно сложилась еще в молодости и навсегда. Сын Сергей, депутат Государственной думы Российской Федерации от «Единой России». Дочь Елизавета, актриса, пошла по стопам родителей и продолжила актерскую династию. Михаил Боярский награжден Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства. Орденом почета и Орденом дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Почетным знаком за заслуги перед Санкт-Петербургом. Дорогие друзья и гости моего канала, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.